А где вы были эти восемь лет? Так нехитро сторонники войны, как запрограммированные, отвечая 24 февраля. Имея в виду, дескать, в Донбассе война восемь лет шла, а вы молчали. Мол, не призывали к остановке огня. Ну, если говорить за себя, я все эти восемь лет был против войны, говорил об этом. Но все эти годы самый пламенный рожек кровопролития шел не только на территории Донецкой и Луганской областей Украины, а в эфире российского телевизора. Не было тысяч, которых убили эти ублюдки. Совсем с ума сошел. Звездой, блин, себя почувствовал. Нет, дебил ты! Мудак ты, кончил. Так, шел вон. Да, вот в студиях вроде этой все эти восемь лет шла накачка ненавистью, готовилась кровавая почва для самой масштабной войны в Европе со времен Сталина и Гитлера. Сегодня мы разберем несколько примеров, каким образом Тельящик делал из 40 миллионов народа Украины врагов, насыстов, ничтожных существ, присмыкающихся перед Западом. При этом все это время подразумевалось, что украинцам действительно следует присмыкаться, но перед Кремлем. Вся Украина – это агент Кремля. Потому что все вы русские люди и евреи, вы тоже наши. Вы все по-русски говорите. Вычищать бесполезно. Лучше давайте снова объединимся и создадим более мощное, красивое государство. Неудивительно, что в какой-то момент люди, которые составляют методички для телевизора, так сами в него засмотрелись, что поверили себе же. Мол, Украину можно взять за неделю, она сама развалится на кусочки. Как говорится, если долго вглядываться в бездну, поверишь и Владимиру Соловьеву. Потому что ты бандеровская мразь, которая в себе это еще не признала. А ну-ка покажите на Донбассе, когда нацистский флаг ваши сволочи подняли. Как это произошло? Какие использовались методы возгонки злобы и оболванивания? Все расскажу вам я. Меня зовут Илья Шепелин. Вы смотрите спецвыпуск «За мой ящик» или «Вечер с Ильей Шепелином». Ставьте лайки, пишите комментарии. Если мы о чем-то забудем рассказать, может быть расскажем вам об этом в следующий раз. Заставка, и мы начинаем. Честно сказать, верно было бы говорить о развитии пропаганды, а не о ее деградации, как написано у нас в заголовке. Но какое же там может быть развитие, когда тут сплошной деградач? Мерзанец, фотографии покажи! Ты фотографии самовара кого-то показываешь! Ну и зрители на это подсели. Да, отмечу, надо понимать, не все россияне – это зрители зомбоящика. Их процент, зрителей, год от года сокращается. Но, наверное, не так стремительно, как этого хотелось бы. Чтобы ввинчивать, с позволения сказать, идейные постулаты, с 14-го года Останкина создает новый жанр политического вещания. Бухой балаган. Нет, я прошу, Артем, я прошу тебя! Артем, пожалуйста, Артем, пожалуйста! Артем, пожалуйста! Майкл, ты чего меня провоцируешь, Друг мой? Пошел вон отсюда! Все, пошел вон отсюда! Пошел вон отсюда. Пошел вон отсюда. Пошел вон отсюда. Человека хоронят завтра. Иди отсюда. Иди отсюда. Если раньше хедлайнером было только одно политическое ток-шоу Владимира Соловьева, то после аннексии Крыма появляется целое новое направление телевещания. Дневное зомби-ток-шоу с сором, драками и всеми последними новостями про ужасы Украины. Вот они чего хотят. Нацизм, фашисты. Немецкие боевики также стояли в 25-м году. И потом в 33-м Гильдер пришел в классе. Но Порошенко не Гитлер. Выгонят, зачистят. 60 минут с щитой Скобеевых. Место встречи с опустившимся журналистом Норкиным. И время покажет с ветераном Афгана Шейниным. Вот эти слова, вот эти слова в этом аккаунте писали не вы. Послушайте. Я, Сергей Запорожский, обещаю съесть ведро... 1 января 2017 года, если к этому времени Крым не вернется на Украину. Это мой настоящий аккаунт. Мы начали такие говнофейки на первую федеральную показывать. Артем, это дно. Вы пробили дно просто. Мы пробили дно. А вы не пробили дно? Вот мне кажется, что до тех пор, пока мы вот по такому ведру, каждому такому запорожскому, который, конечно, испугался признаться, что это его... Вот так он, Шейнин, в смысле, прославился, когда вынес в студию Первого канала ведро, на котором было написано «Говно». Правда, вскоре Шейнин уточнил, на самом-то деле в ведре был жидкий шоколад. Жидкий шоколад – хорошее определение всему тому, что происходит в эфирах этих шоу. Это первый федеральный канал, и я вам, и я вам, коллеги, хочу сказать, сейчас он проорется, и я вам хочу сказать, что вот знаете, что вас губит? Это вообще, это все. Знаете, что нас губит? Первый канал России. Знаете, что нас губит? Хватит орать, а то сейчас накормлю. Человек, которого Шейнин хотел заставить съесть в эфире «Ведро говна» – это политолог, ну так назовем его, политолог Сергей Запорожский. Ну и он, строго говоря, никакой не политолог, он украинец, инженер холодильных установок. Но редакторы Первого канала в какой-то момент стали его приглашать в эфиры, говорить о политике и представлять его политологом. Мы с ним немного поговорили об этом жанре. Когда говорят, что на этом ток-шоу ручны, да, это 90% так. Ну посмотрите на Васю Вакарова, который у Соловьева играет роль украинца, уже там сколько, 6 лет сидит на этом контракте от «Россия-1». Да, он играет такого дурачка, который якобы украинец, который начинает понимать, что происходит реально в Украине. Ну то есть они вот стоят там, над ним издеваются. Это такая традиционная вещь для федеральных телеканалов. Иностранными политологами там выступают какие-то прохожие-перехожие, которые согласны за 5, 10, 15 тысяч рублей быть боксерскими грушами для ведущих и остальных патриотических гостей, которые толпой будут метелить этих супостатов. Причем та история с ведром примечательна еще и тем, что в студии Первого канала показали запись с фейкового аккаунта вот этого Запорожского. Профессионалу своего дела, что и говорить. У них задача, скажем так, тебя переиграть. Может быть даже, конечно, там, унизить или что-то такое сделать. Но ты приходишь на программу с ровно такой же контрцелью. То есть когда он вынес это ведро, продемонстрировав мой фейковый аккаунт в соцсетях, в Твиттере, то есть он продемонстрировал то, что я не писал. Ну а вообще-то хайлайты этих программ напоминают самые яркие моменты вышедшего примерно в те же годы фильма «Горько». Будто бы участники хорошенько прибухнули, правда, вместо свадьбы взялись за обсуждение политики. Это не случайно. И в этом есть аптекарская точность жанра. Об этом рассказал нам непосредственный, завсегдатый, этих политических ТВ-пьянок, политолог Сергей Марков. Не надо так сильно бояться американской армии. Не надо. Она... Секундочку. Модель политических ток-шоу в России, во всяком случае, там, с других сторон, чуть-чуть по-другому. Значит, в России она больше всего напоминает разговор за праздничным столом на второй его части, когда люди уже выпили за все, так сказать, то, что нужно выпить там, день рождения или праздничное, что-то такое, да, поели, и есть свободное время, и начинают говорить по общественно-политической тематике. Да уж, причем такого развлекательно-информирующего телевидения действительно нет, наверное, нигде в мире. У мужиков, которые квасят у гаражей где-нибудь в Ихино или на лавочке в Челябинске, жители Челябинска, простите, пожалуйста, одновременно складывается ощущение полного присутствия на программе, буквально 5D-эффект, и, параллельно с этим, приближенность к самой главной геополитической проблеме в мире, Украине. Когда Красная Армия оттуда позорно драпала, а не защищала. Слушай, рот закрой свой, позорно драпала. Да, именно драпала. Рот закрой свой, позорно драпала советская. Пошел вон отсюда, пошел вон отсюда, гнида, блин, фашистская, гнида фашистская. Теперь поговорим про само содержание. Какие же главные аспекты Z-возгонки, которая дала плоды в 2022 году? Что касается Украины, то, во-первых, там все нацисты. Квинтэссенция националистической нечисти, с которой бьются наши парни, безусловно запрещенный в России азов. И все же, откуда взялся этот украинский национализм, который продолжает нести так много горя самой Украине? Есть ли нацисты в Украине? Ну, определенно есть. И глупо это отрицать, как, наверное, отрицать то, что они, возможно, существуют в любой стране мира. О чем недавно, кстати, тут размусоливал и сам президент Путин. Ну, а что, у нас нет, что ли? И у вас есть в России тоже какие-то неонацисты. И у нас в европейских странах каких уродов только нет. Каких придурков только нет. Каких идиотов и даже преступников только нет. Ну и что теперь? Правда, Путин сказал, вот в Украине неонацисты еще и обладают некой властью. Их возвеличивают, в отличие от России. Но знаете, чтобы быть неонацистом в 2022 году, мне кажется, необязательно иметь татуху со свастоном. И тот же самый Соловьев, Симоньян, их товарищи, которые сейчас требуют погрузить Украину в каменный век, растворить украинский этнос, поставить народ соседней страны на колени. Вот в следующие поколения, я вам обещаю, будут воспринимать их как неонацистов. Если в вашем ситуации ваш украинский политикум сам поставился в такое положение, при котором, если у вас нет поддержки на Западе, вы политический труп, у вас нет будущего. Не говоря уже о том, что неонацисты в классическом понимании этого слова, в России есть сейчас, и они играют немаловажную роль в этой войне. Например, Z-военкор Стешин, который был близок к террористической группировке Борн, занимавшейся убийствами, и вот он чудом избежал Z-тюрьмы. Или, например, главарь военизированной группировки Русич, которая сейчас трудится в ДНР, садист Алексей Мельчаков. Я нацист. Я не буду углубляться националистом, патриот, имперское направление и так далее. Я прямо говорю, я нацист. Можно руку вскинуть. Но если целыми сутками по телевизору показывать не вот этих красавцев, а украинских неонацистов, которых, может быть, несколько тысяч на стороной есть, то у зрителей Первого канала вполне может сложиться устойчивое ощущение, что вся Украина, она вот такая есть. И это будет нарочное смещение фокуса, его изменения, для того, чтобы разжечь в россиянах ненависть. А ненависть, посеянная в россиянах к украинцам, кстати говоря, еще больше увеличит ненависть украинцев к русским и так далее, и так далее. Но главная жидкость для розжига этого пламени, конечно же, зомбоящик. Украинцам выгодно думать, что они отдельное государство, отдельный народ, отдельная нация со своей историей, потому что они хотят проползти... Нет, конечно, это не так. Следующий пункт — никчемность украинцев. Украина как государство практически... Ну прекратите перезимать за Украину. В Украине будет все хорошо. Нам все равно какой вы Томас получили. Подавитесь своим Томасом, почитайте, гордей, пожалуйста, что именно этот Томас вам дает вообще ровным счетом ничего. Политехнологически получилось очень успешно. Вместо того, чтобы говорить о проблемах, которые существуют у нас в стране, в России, телевидение предложило открытый, резкий, громокипящий разговор о коррупции, беспрецептных политиках и правовом нигилизме в Украине. Продолжаем. На Украине снова зачатки хаоса, несмотря на новую, казалось бы, власть. У него есть возможность. Воспользуется или нет, это его право. Хочет войти в историю, пусть воспользуется. Хочет уйти позорно с криками гоньба, пусть уходит. Это его дело. Он должен признать Порошенко военным преступником. Он этого не делает. Вот из таких речей и произрастает следующая проблема. Когда вещь вроде бы хорошая, патриотизм, деградирует до нацизма. Но у нас это направление формулируется даже по-другому. Богоизбранность русского народа. Ну и понятно, остальные-то народы, они богом давно оставлены. Не СВО, а священная военная операция. Именно такой смысл все больше приобретает деноцификация на Украине. Сегодня поговорим о глубинных смыслах происходящего. Ну и наконец, зрители уже рассказали, что он неотразимый. Он особенный. И он избранный Господом. Теперь надо рассказать, какая сатанилость царит вокруг границ. Мы защищаем. А вы какие ценности защищаете? Ну вот сегодня нам был дан ответ на этот вопрос. Сегодня вышла Барби Трансгендер. Вот эти ценности они защищают. ЛГБТ-движение опаснее для будущего человечества, чем международный терроризм. На данный момент оно уже опаснее. Причем вот вы смеетесь, а в программе легендарного парламентария Пушкова, это тот, который любит все высмеивать, и все СМИ об этом пишут, то у него в программе на ТВЦ каждая передача заканчивается свежими сводками о наступлении геев и трансгендеров на Россию. Зрелище завораживающее. А в завершение нашего сегодняшнего выпуска об очередном сексуальном скандале, на сей раз Германии. Впрочем, после бурных обсуждений будущего пола агента 007, продюсеры обмолвили, что Бонд все же останется мужчиной. Набирает обороты противостояния между Венгрией и Евросоюзом по вопросу об отношении к ЛГБТ-пропаганде. Мерзость тем самым провозглашенных человека-псов не должно быть места на улицах и площадях наших городов. Что здесь важно? Убедить аудиторию, будто бы кто-то хочет залезть к вам в дом, к вам в постель и устроить там свои гейские порядки. Но мы-то на самом деле знаем, кто тут верный хранитель очага христианской веры. У нас же как? Мы православная страна. И потом 10 часов давайте бомбами тех, этих, всех бомбами. Опять мы православные. Опять бомбами. Шерихнули, что ли? Что ж, мы с вами пробежались по основным особенностям деградации пропаганды в России. Ее, эту тему можно разбирать еще дольше, детальнее и подробнее. Если вам зайдет такой жанр, то ставьте лайки и скидывайте ролик друзьям. И значит, если вам все это понравится, мы потом с вами еще увидимся в этой студии вечера с Ильей Шепелином. И на этот случай я постараюсь найти какую-то более подходящую обстановке обувь. Да, и кстати, подписывайтесь на мой собственный YouTube-канал. Ссылка будет в описании к этому видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok